Он просто в жаркие объятия его заключил, и, конечно, это будет повод назначить штрафной. Надь. Суступает он чемпион, Жеки, Бристоль, Сити. Найго. Смотрим за его дриблингом. Пока Люка Диньева сдерживает. Я бы сказал, да, Люка Диньева не то что сдерживает, а просто переигрывает. Несколько включений хороших. Опять Диньер ДК, опять. Попали мы в фан-зону. И поэтому им сложнее будет выиграть это не допустим. Где-то рядом расположился поле фад-2. Динь так посмотрел, понял, что надежды нет. Сыграл Моробьё. Не знаю. Единственное, чем пока запоминается сборная Венгрия, это то, что она в общем старается не давать пить сопернику из хороших позиций. Нам почему-то не дали крышки от бутылки. Я теперь буду на вас. Крышки забирают. Смотри, сколько всего интересного. Дай попить. Дай попить. Можно поиграть в футбол. Папа, тут сыграем. Мячик здесь у меня, папа. Лиза, пожалуйста. Ох, я как иностранец, пресс-маск. Футбольная атрибутика. Выбирайте. Сейчас вот этот матч. Мячик вот этот интересный такой. Продается футбольная футболька. Купили сувениров. Давай, пуленька. Купили сувениров. Давай, пуленька. Здравствуйте. Здрасте. У меня он не очень. Викторини, как тебе поучаствовать? А вопрос, у нас даваться будет? Про футболь. Будешь участвовать, Викторини? Нет, я не буду. Папа. Вау. Ты меня напугал мячик. У нас есть еще вопросы. Поэтому внимательно, внимательно, наши дорогие. Явно тут, как бы, ну даже никаких, вообще, Так, ну что, Денис, так, нормально вижу все. Ну как, ну что, день рождения, ладно, хорошо, да. В 30 лет я тоже, конечно, понимаю, и как-то все. И вот самый большой экран здесь, максимально. Попасть в футбольную деревню. Народа вообще здесь нет. Играет Венгрия и Франция. За спиной как раз самый большой экран у меня. Кусочное пиво. Сбылась мечта идиота. Побывал я в деревне футбольной.